Слушай, сынок, сказал Зевс Гераклов, ты не съездишь на остров Крит? Там, понимаешь, огромный бык объявился, всё топчет, всех пугает. Давай, сынок, а? Сутки подвиг, двое дома. Какой разговор, бать, сделаем? Сделаем, ты на рожон, ты не лезь. У них там, знаешь, какое-то странное эхо. Вот скажем, к примеру, надо ходить в галошах. И все сразу в галошах, в галошах, в галошах. Соревнования развернут, кто больше галош наденет. По телевизору Страдоновича галоши, галоши. Даже детям пока уже спокойной ночи, галоши. Очень странное эхо. Да не волнуйся, батя, что ты со мной, как с ребёнком? Да, как с ребёнком, потому что для меня все вы всегда и везде мои дети, проникновенно сказал Зевс. Дети у него везде, злобно сказал Гера, и швырнула миску с нектаром на стол. Да уж, папаша, погулял в своё время. В тот же день Геракл прибыл на Крит. Его сына Зевса встретила многотысячная толпа. Без лишних слов Геракл сразу спросил, где бык? Вон там, ответили ему и показали на оливковую рощу, откуда доносилось аппетитное чавканье. Старейшину ест. Геракл забрался на Евкалиф, смотрелся в быка. Бык действительно был приличный, но уже не такой огромный, чтобы тысячи людей не могли отбить старейшину. Того ещё можно было спасти. Бык почему-то начал с сандалий древнегреческой фабрики Скороход, а они по крепости не уступали камню. Пошли ребята, устремился вперёд Геракл, выламывая на ходу огромную дубину. Не давай ему уйти, делай завалы, руби деревья. Пошли ребята, руби деревья, понеслось знаменитое критское эхо. Каждый тащил то жертв, то бревно. До быка оставалось 20 греческих локтей, когда Геракл вдруг услышал за спиной стук молотков. Он оглянулся. Островитяне из жерде и брёвен сколачивали трибуну. Вот на него взобрался один из аборигенов. Друзья, позвольте мне открыть митинг солидарности с жертвами критского быка. Слово предоставляется знатной куртизанке-текстильщице. В громе аплодисментов потонуло её имя. Сметнулись плакаты, копыта прочь от нашего острова. Друзья, сказала куртизанка-текстильщица. В этот трудный час слова рвутся прямо из сердца. И достала бумажку с речью. Мы бросаем критическому быку прямо в лицо наше решительное нет. А ведьм на его происки нашими новыми трудовыми успехами. И вряд ли стареешься полезть ему в глотку, когда он узнает, что я в этом году досрочно, оттолкнув текстильщицу с куртизанским уклоном, Дирага закричал, да вы что, ребята, хватит говорильни. Хватит говорильни, хватит говорильни, подхватило эхо. И 60 лучших ораторов выходили один за другим и требовали прекратить говорильню. Предлагали вообще перестать разговаривать. А изъясняться знаками, как глухонемые. Кто-то требовал всем перейти на морзянку и говорить точкам и тире. Делегация школьников-двоечников потребовала отменить не только устную речь, но и письменную. И снова Геракл вскочил на трибуну, да хватит, надо брать быка за рога. За рога, за рога понеслось над островом. И началась повсеместная борьба с рогами. Резьба по рогу была объявлена чужим искусством. Сухопутных карт исчез древнегреческий город Таган-Рок. Отчего недруги стали считать его засекреченным. В театрах на всякий случай запретили пьесу Ионеско-Носороги. В индивидуальных хозяйствах запретили в очередной раз рогатый скот. Наступил праздник нерогатого скота и эпоха рассвета кроликов, сивых меринов и ослов. В булочных пропали рогалики. А грецкий бык продолжал хрумкать сандалиями. И Геракл рукунул на колени, простёр руки к небу и закричал. Па-па! Ну верни им разум! Внуши, что не с рогами мы боремся, а с быком! В небесах что-то громыхнуло, и сверху был спущен указ, в котором говорился бы мевших мест и перегибов. На острове Крит возникли то здесь, то там стихийные, но хорошо организованные митинги. И каждый оратор выходя говорил, что раньше в застойный период он действительно сходил с ума, но теперь выздоравливает и больше не будет бороться с рогами, а все силы отдаст на борьбу с быком. Казалось, весь остров развернулся на 180 градусов. Резьбу порогу объявили самым нашим из всех наших искусств. Пьесу на сороге разрешили, но только в Таганроге, поскольку его на всякий случай так и не рассекретили. Появились плакаты стихи. Не всякий, кто рогатый скот, каждый скотине индивидуальный подход. Древнегреческие генетики выявили совершенно безбытчую породу скота. Скрестив коров с бабочками, они одновременно решили пресловутую проблему кормов. Теперь баба-корова летали кормиться на соседние острова. Генетики обещали, что на этом не остановятся. И точно так же, как бабочки свертываются в кокон, их коровы будут свертываться сразу в колбасу. Слово бык вообще исчезло из лексикона. Хотели даже переименовать древнегреческий аэропорт Быково. Но не могли выбрать момент, поскольку какие-то самолеты всегда крутились в воздухе, и они бы не знали, куда сесть. Решили просто не упоминать название. Теперь, если кто-то садился в колесницу с шашечками и говорил в аэропорт, возница спрашивала, ага, и пассажир отвечал, ага. А гритский бык продолжал обладывать сандалии. Геракл был в отчаянии. Каждое его слово эхом летело над островом, так и не превращаясь в дело. Геракл мог победить немейского льва или орнейскую гидру, но как бороться с эхом он не знал. Он не знал, почему эти люди все превращают в какую-то компанию. И он закричал, хватит этих компаний! Хватит компаний, хватит компаний! Подхватило эхо. Вышел указ о борьбе с компанией. Зачитав него на площадях, глашатые кричали, а теперь расходитесь, расходитесь, будем бороться с компаниями, больше трех не собираться. Геракл плюнул, сорвал себя в сердцах золотую руну, швырнул в быка и зашагал на корабль. Уже отчаливая, он последний раз глянул на остров, и слезы радости выступили на глазах. Видимо, стыдившись, островитяне, потрясая колями, бешали к быку. Но через минуту слезы просохли, и Геракл увидел, что бегут не к быку, а с криками «Дубленки, дубленки дают, бегут к золотому руну!» И понял Геракл, глядя на отливающее чистым золотом руно. Победить говорильню сможет только материальное стимулирование и хозрасчет. Спасибо.